Итак, что у нас есть? У нас есть английская швейная машинка Raspberry Pi 4, у нас есть недопиленный стик от Egoni на вот такой вот микрухе сборки, вернее, E72, здесь внутри CC2652, CC2652, как вы видите, до сих пор CH340 и AMS-ка моя не доехала, поэтому запитать я его не могу от USB и мне питание, вот, пришлось питание выводить от разберюшки. Швейная машинка, нитки, вышиванка. На винчестере у меня был записан Debian 11. С Debian 11 успеха у меня не получилось, я не смог прошить стик по одной простой причине, здесь проблемы какие-то с правами и я пока не могу разобраться с правами на OpenOCD. Поэтому берем флешечку, берем Raspberry Pi OS и флешим на нее Raspberry Pi OS, втыкаем и будем смотреть. Ну что ж, приятель G-Link, ты послужил мне верной службой и сегодня больше всего, что решится твоя судьба, пойдешь ли ты в мусор или все-таки где-то еще у меня полежишь. Процесс начался вчера, когда на ютюбе мне оставили вот такой вот комментарий, что OpenOCD может работать и через Raspberry Pi и можно прошить этот джошамый 2652 без адаптера G-Link, который есть у него всех, типа можете попробовать и даже немножко выбросили инструкции. К сожалению, YouTube удалил этот комментарий, ну или пользователь удалил этот комментарий. Олег Вин, это видео снято лично для вас и сейчас вы услышите ответ на свой вопрос. О том, что через Raspberry Pi можно сшить какие-то джотаг-устройства, я знал и раньше, но на то время у меня уже был G-Link. Что мы будем прошивать? Мы будем прошивать прошивку от Agony, это ZigBestick версия 4. Для начала нам надо будет скачать прошивку, что мы будем сшить. Заходим на эту прошивку, вот здесь кнопочка download, копируем адрес и с помощью команды wget мы скачиваем эту прошивку, этот запакованный файлик себе в папочку пользователя. Дальше нам придется его разархивировать. Как вы видите 159 килобайт. Вот наш файлик. Unzip. CC с большими. Помогаем себе кнопочкой tab для того, чтобы быстрее все вводилось. Разархивировали. Все удачно разархивировалось. Вот наш хекс. На сегодняшний день OpenFCD устанавливается очень-очень просто на Debian GNU на Linux. Но вот к сожалению на Debian я не смог его осилить. Ну, Raspberry Pi нам в помощь. Если вы давно не заходили на разберюшку, можете сделать сюда APT апдейт и апгрейд. И заодно проапгрейдить ваши пакеты, которые у вас на разберюшке. Если у вас временная разберюшка, не нужно этого делать. sudo APT get install opencd. 15 мегабайт это очень-очень мало. Оно подкачивает все зависимости, которые нужны для работы OpenOCD. Все. OpenOCD. И смотрим, что для работы ему не хватает файла. Для такого запуска ему не хватает файла OpenOCD.KFG. Этот файл нужно создавать в папке пользователя. И туда можно прописывать почти всю конфигурацию, с которой вы будете работать. OpenOCD. Проинсталится в папку usr-share. usr-share opencd. Нам нужна папочка скрипты. Заходим на папку скрипты и смотрим, что там есть. Там будет несколько каталогов. Один из каталог интерфейсов. В каталоге интерфейсов содержатся конфигурационные файлы G-tag интерфейсов. В каталоге Target содержатся конфигурационные файлы наших микросхем, которые мы будем шить. Board. Board это ланчпады. Там содержатся файлы ланчпадов, вернее конфигурации ланчпадов, в которых в самой конфигурации будет указана почти вся информация, которая нужна будет для прошивки. Идем на интерфейсы и смотрим, что у нас есть. Raspberry Pi 2. Raspberry Pi. Raspberry Pi SVD. Raspberry Pi 4. KFG. Это я уже скачал с интернета. Он, к сожалению, не пошел. Ну и наш sysfs. Chpio. Raspberry Pi. KFG. Который мы будем сегодня проверять. Но и не только его мы проверим сегодня. В папке Target вы видите огромнейшее количество всяких микропроцессоров. В том числе даже есть STM32. Отмайловские процессоры. Я не нашел EFR32. Может быть я не там искал. NRF52 есть. Браткомы от Мэги. Короче разгуляться есть. Где? Мы сократим выдачу. И посмотрим, что у нас предлагают техасские инструменты. Двойное нажатие кнопки TAB нам в этом поможет. Техасские инструменты предлагают CC13 серию шить. 2650, 2652. И я не нашел здесь 25 серию. К сожалению. Может быть я что-то неправильно делаю. Но вот 25 серию я пока здесь не нашел. Есть вариант, что она прошивается каким-то специфичным образом. И все-таки можно будет с помощью OpenOCD и Raspberry прошить еще и 2530, 2531 или 2538. Но вот этот вопрос я уже буду выяснять позже. Как я уже говорил в папке Board. Нам будет интересно. Папочка Board. Там собраны конфигурационные файлы Launchpad. Launchpad это конфигурационный файл, в котором вы указываете интерфейс. В котором вы указываете целевую микросхему. Указываете параметры адаптеров, скорость, штак или свд. И в дальнейшем можно будет использовать только этот файлик. Для того, чтобы прошить вашу CC2652 или другую микросхему. А сейчас предлагаю зайти в этот Launchpad. Наш TICC26x2. И отредактировать его. В нем вы увидите вот такую информацию. Источник интерфейс XDS110 мы его комментируем. Скорость адаптера 5500. Это многовато немножко для разберюшки. Нам надо будет скорость 1000. Выделяете мышкой ту область, которую вам нужно скопировать. Правая кнопка скопирует эту область. Адаптер speed 1000. И интерфейс. Вот сейчас мы сюда напишем Raspberry Pi 2. Чего-то там. Чего я забыл. Поэтому сохраняю файлик. Набираю LS и интерфейсы. И точно так же левой кнопкой все это выделяю. Ctrl C. По-моему не обязательно даже Ctrl C нажимать. И опять иду редактировать наш файлик. И правая кнопочка мыши вставит выделенную область туда, куда нам надо. Теперь мы можем запустить наш OpenOCD с ключом F и подтянуть наш Launchpad файл. Который мы только что отредактировали. OpenOCD F, Board, T, CC и т.д. Launchpad. Все. Пробелечку удаляем. Отлично. Мы законнектились. Найдено устройство. Техасские инструменты. CPU разрешено. 6 Breakpoint. 4 Watchpoint. Пожалуйста. У нас есть Connect с нашим CC2562. Если вы зайдете на сайт PinOutHus. Вы увидите распиновочку вашей разбирюшки. Обязательно смотрите как у вас все сориентировано. Земли у нас много. Питание я буду брать с разбирюшки. Потому что опять же на моем стике мой стик еще не допилен, не допаян. У разбирюшки есть два SPI интерфейса. Мы будем использовать нулевой. CPU 10, 9, 11 и CPU 25. Какой вывод к чему привязан? Вы можете посмотреть в вашем файле интерфейса. У нас это Raspberry Pi 2 Native TFG. Смотрим какие пины мы будем использовать на Raspberry. Для JTAG используются пины 11 TCK, 25 TMS, 10 TDI. 9 TDO. Если вы используете SVD, то там другие пины 11, 25. С пинами по сбросу, как аппаратным, так и программным, к сожалению, я не разобрался. Но я их и не использовал. Я пытался их использовать, но это не дало никакого абсолютного эффекта. Но иногда проскакивает ошибочка и мне приходится руками нажимать на кнопку сброс для того, чтобы эту ошибочку убрать. Может быть, если вы знаете ответ на этот вопрос, напишите в комментариях. Очень удобным еще будет создать в каталоге вашего пользователя файл openocd-kfg sudo nano openocd.cfg и туда в этот файл записывать команды и записывать инструкции, которые вы будете передавать на openocd. Это мой openocd конфигурационный файл. Вы видите, что там есть интерфейс, там есть цель, которую мы будем обрабатывать. И там есть команды скорости 1000 кГц, вернее 1 мГц и какой я транспорт выбираю. Также я добавлял команды по сбросам, но, к сожалению, опять же, их эффективность для меня пока еще под вопросом. Файлик у меня создан и сейчас файлики я меняю интерфейс на sysfs.spio и смотрим, что будет. Теперь достаточно вызвать openocd, он автоматически подтянет ваш конфигурационный файл, который вы только что создали. Итак, sysfs.spio tagbitbankdriver. Error. Ну и дальше я несколько раз попытался и сбросить, что-то поделать, подергать шнурочки, потому что из-за шнурочков может быть проблема из-за плохого контакта. Положительного какого-то эффекта я от этого добиться не смог, но я подозреваю, что все-таки можно запустить и через этот драйвер, через этот интерфейс, но нужно немножко поковыряться. Если у вас разберюшка вторая, третья, четвертая, вы запускаете все это дело через Raspberry Pi 2. Если у вас единичка, через просто Raspberry Pi. Можете попробовать побаловаться с sysfs.spio, может у вас пойдет. Возвращаем наш Raspberry Pi 2.native обратно, смотрим. Пожалуйста, работает, коннектится, можно использовать. Если вам лень создавать Open OCD QFG. Если вам лень лезть в борды, ланчпады и изменять там ваш файл ланчпада, вы можете запустить вот такой вот командой, подтянуть файлик интерфейса, подтянуть файлик вашей цели, указать какой у вас будет транспорт, указать какая у вас будет скорость и указать команду программировать. Вот такой вот файл, который находится у вас в каталоге пользователя. Verify Reset Exit. Проверка, сброс и выход. И вот проблема какая-то с сбросом явно все-таки есть, потому что программирование проходит на ура, верификация проходит на ура, а вот сброс не проходит. Друзья, я буду дико вам благодарен, если вы знаете, почему не проходит сброс, что нужно сделать с сброса. Я пробовал использовать те установки, которые находятся в файле интерфейса, указаны, но, к сожалению, успеха я не добился. Поэтому, если вы все-таки знаете, в чем дело, напишите в комментариях. Если вам понравилось это видео, а оно должно было вам понравиться, ставьте лайкосик и опять же, пишите комментарии, это полезно. Всего хорошего, пока-пока. И в завершение могу сказать, что G-Link выбрасывать еще рано. Я думаю, что он мне еще пригодится. Особенно, если я не найду решение шить 25-30, 25-31 или 25-38 Texas Instrument. И мне придется воспользоваться G-Link. Но вот EFR-32 он уже не осилит. Г-Link. Субтитры сделал DimaTorzok